Здравствуйте! Уже называют вопиющим. В Наринмаре такого не было на протяжении нескольких десятков лет. По предварительным данным, двое мужчин и двое женщин скончались от множества колоторезанных ранений, нанесенных в различные части тела. Зверское убийство четырех человек произошло в доме номер 10 по улице Авиаторов, в квартире номер 13. Эту квартиру соседи уже прозвали проклятой. Постоянные скандалы, пьянство, дебош, неоднократные вызовы сотрудников полиции. 27 октября все происходило по привычному сценарию. Собралась компания, выпивали. Только вот закончился вечер вторника кровавой расправой. По словам соседки, около восьми вечера она слышала шум из квартиры. Ругалась женщина. Как развивались события дальше, девушка не знает. С девяти до двенадцати ее не было дома. Когда позвонили оперативники, вернулась. Тут же попросили опознать тела. Картина, по словам девушки, сродни фильму ужасов. Там было все в крови. То есть, ну, извиняюсь за подробности, может быть, но просто были ручьи крови. То есть, на стены я не смотрела, но на живых очень много. Соседи забеспокоились, когда из тринадцатой квартиры начал доноситься запах гари. Жители дома тут же вызвали пожарных. Те, ликвидировав задымление и обнаружив труп, мужчины вызвали полицейских. Стражи порядка обнаружили тела еще трех человек. Мужчины и двух женщин. По данному факту, Ремарским и жирным следственным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, присмотренным пунктом А, части 2 статьи 105, убийства двух и более лиц. В настоящее время проводятся следственные оперативные мероприятия по изобличению лица в совершенном преступлении. В совершении зверской расправы подозревается один из знакомых убитых. По последним данным, он уже задержан и дает показания. Если его вина будет доказана, говорят оперативники, то в виде наказания ему грозит пожизненное лишение свободы.